Сегодня рисуем в стиле азиатской живописи. Будем работать минеральными красками и черной тушью на рисовой бумаге. Итак, осень уже вступила целиком в свои права и требует соответственного творчества. Поэтому сегодня мы будем рисовать такой осенний овощной пейзаж, наполненный желтыми и оранжевыми оттенками. Итак, начинаем с работы тушью. Сначала нарисуем листья, которые рисуются достаточно просто, надо только потренироваться и приноровиться. Мы набираем средний серый оттенок туши и выполняем такие вот несложные движения. Прижимаем кисть до половины или целиком, либо ее кончик, в зависимости от объема, который мы хотим получить, от объема мазка. И выполняем мазок. Прижимаем необходимую плоскость кисти, делаем мазок, немного закругляя его под конец. Можно это сделать одним мазком, можно двойным мазком. И делаем несколько таких мазков, группируя их в форму листа. То есть мы делаем такое своеобразное пятно из нескольких мазков, под которым мы подразумеваем лист. Делаем группу таких листьев в зависимости от композиции. Затем подсушиваем кисть для листа. Нам нужно было достаточно большое количество влаги на кисти, но все зависит от того, насколько текуча у вас бумага. И теперь мы должны немного подсушить кисть, но не слишком, не так, чтобы она была совсем сухая. И набрать темный оттенок туши. И рисуем лозы. Делаем мы это таким движением, как линия от точки до точки. Это может быть прямая или дугообразная линия. Но движение основное это от точки до точки. То есть с остановками или же без остановки. Затем мы рисуем такую бамбуковую, можно сказать, оградку. Делаем мы это сначала контуром. Затем мы наполним его цветом. Работаем кончиком кисти. Кисть должна быть достаточно сухая и должна работать как карандаш. Набираем темный и активный черный оттенок туши. И контуром изображаем бамбук, который служит нам оградкой. Если листья еще достаточно влажные, мы можем взять салфетку и промокнуть их. Или дождаться, пока подсохнет. Но если у нас нет времени, то тогда делаем это салфеткой. И затем рисуем прожилки на листьях. Делаем это достаточно быстро и даже не очень аккуратно. И тем естественнее это будет смотреться. Работаем мы кончиком кисти в основном. И выполняем линии от точки до точки, дугообразные, из единого центра. Рисуем центральные прожилки и боковые. Теперь нарисуем несколько цветков тыквы. Для этого мы опять работаем сухой кистью, которая должна быть достаточно сухая, чтобы работать как карандаш. И опять работаем контуром. Работаем самым кончиком кисти. И тут уже, грубо говоря, мы делаем рисунок. Так как мы делали бы это карандашом, например, для акварели. Но не совсем, потому что здесь мы в некоторых местах где-то более прижимаем кисть, где-то менее прижимаем кисть. Но что все-таки это не акварель и кисть у нас не карандаш. Делаем такие интересные края, загнутые вовнутрь. В общем, рисуем цветок именно так, как он выглядит. И добавим вот таких вот линий прожилок в середине для того, чтобы уже заранее отобразить некоторую часть текстуры и задать объем. После того, как мы изобразили несколько цветков, мы переходим уже к самой тыкве. Начнем с того, что отобразим ту самую веточку, за которой она держится. И делаем это опять же контуром. Кисть у нас опять же достаточно сухая, чтобы работала почти как карандаш. Работаем кончиком кисти. Теперь рисуем форму самой тыквы. Все это потом мы будем с вами заполнять цветом. Сейчас мы создаем форму. И уже здесь мы двигаемся. Сначала мы задаем передний план. И затем начинаем наращивать форму тыквы в стороны. И двигаясь уже к задней ее части. То есть тыква, она имеет овальную форму. Но поскольку мы рисуем в таком, сказать, достаточно абстрактном стиле, стиле момента, который называется в китайском си. То есть мы не стараемся в точности отобразить форму и передать в точности то, что мы рисуем. А просто передать идею. Поэтому, как вы видите, тыква получилась даже немножко приплюснутая и такая интересная. Можно даже немножко мультяшная. Но сейчас мы продолжаем задавать ее текстуру и объем. Для этого мы уже высушиваем кисть, чтобы она была совсем сухая. На ней должны быть темные черные активные чернила. И она должна быть немного расплющена. Мы должны ее распушить пальцами. Тогда она будет оставлять сразу несколько полосок. И начинаем проскрябывать кистью по форме тыквы. В верхней части вертикально. А затем дугообразно, горизонтально, но на нижней части тыквы. И также мы проработаем по такому принципу и веточку, за которой она держится. Можем дорисовать несколько лоус или еще листьев, или еще цветов. Но так как нам кажется, это уместно, удобно и красиво. Теперь переходим к кукурузе. Набираем на кисть достаточно влаги. Такой средний серый оттенок туши. И начинаем прорисовать форму кукурузы, сдавая ей форму. Где-то мы более прижимаем кисти, где-то менее. В зависимости от объема мазка, который нам нужно получить. Вообще главное, что нужно иметь в голове в этот момент, это то, что движение кисти должно соответствовать желаемой форме, которую вы хотите получить. И кисточки на концах кукурузы мы рисуем, опять же, сухой кистью, распушенной на конце. Это делается пальцами, можно приплющить ее кончик пальцами. И темной активной тушей, чтобы кисть как бы скребла по бумаге. Пока все это подсыхает, можно доработать какие-то моменты в виде лоз и цветочков. И когда форма кукурузы немного подсохнет, сам кочком кисти и активным черным цветом, можно проработать ее контуры. И теперь мы берем совсем малую кисть, жесткую кисть. Смешиваем какой-то оттенок коричневого с тушью, чтобы приглушить этот цвет. И начинаем прорисовывать кукурузинки. Делаем это контуром, затем мы закрасим это цветом. А теперь, когда все, что было нарисовано тушью, подсохло, начинаем работать цветом. Набираем оттенок коричневого и заполняем цветом ту самую веточку, за которой держится тыква. Но, как вы видите, я оставляю такие белые пробелы. То есть я как бы так быстро провожу по бумаге, касаясь ее, и в то же время и не касаясь. То есть очень быстро, достаточно воздушно провожу по бумаге, чтобы оставить вот такие вот белые пробелы, которые нам тоже придадут объема. Пользуюсь несколькими оттенками оранжевого, смешиваю его местами с коричневым. Задняя часть тыквы, которая на заднем плане, должна быть немножко светлее, чем передняя. А передняя немного поярче. Цветки мы просто заполняем, закрашиваем желтым цветом. И даем им подсохнуть, затем мы еще немного с ними поработаем и проработаем. Теперь, когда уже наши кукурузинки, зерна кукурузы подсохли, мы коснемся их желтым цветом с одной стороны и дадим этому подсохнуть. И также кисточку у кукурузы мы тоже проработаем желтым цветом. Просто, можно сказать, ее так слегка, касаясь бумаги, ее закрасим поверх. Теперь, по тому же принципу, мы берем какой-то оттенок коричневого и на нашу бамбуковую оградку, за которой держится лоза, мы тоже закрашиваем коричневым. Ну, просто, можно сказать, раскрашиваем. Влаги должно быть достаточно, но не очень много, чтобы не поплала краска у нас за контур того, что мы нарисовали. Теперь берем какой-то яркий оттенок оранжевого и зерна кукурузы еще раз трогаем цветом. Уже рядом с намеченным желтым оставляем и оранжевый. Теперь возьмем какой-то оттенок зеленого и по тому, что мы нарисовали тушью, в нескольких местах кисточкой пройдемся, чтобы показать на нее оттенок зеленого. И теперь, когда краска, первый слой краски на тыкве подсох, кисть должна быть у нас сухая, мы должны распушить ее кончик пальцами, чтобы она оставляла несколько полосок сразу. Берем более темный коричневый и проскрябываем кистью по ее кончику, то есть по веточке, за которой она держится. Затем берем более темные оттенки, яркие оттенки оранжевого и задаем еще больше объема и текстуры. По верхней части тыквы проскрябываем кистью вертикально, по нижней дугообразно и горизонтально. Опять же повторю, что кисточка должна быть сухая и влаги на ней должна быть минимальна. И мы ее распушаем пальцами. Теперь мы еще немного проработаем с вами цветки, возьмем ярко-оранжевый и немного подчеркнем какие-то имеющиеся контуры и добавим прожилок на краешках цветов. И это будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что бы еще вы хотели, чтобы мы вместе с вами нарисовали. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!